Сгаданье. Эти знаки зодиака умудряются выглядеть лучше, чем в юности. Очарование юности это конечно прекрасно, но порой оно не в силах соперничать с шармом и притягательностью, которые приходят лишь с возрастом. Есть три зодиакальных знака, представители которых очень хорошо знают, как с годами выглядеть и ощущать себя лучше, чем в пору рассвета. Водолеи. Очаровательные, непоседливые, изменчивые. Такими предстают перед нами юные водолеи, но проходят десяток лет и все меняется. Нет их очарования на месте, но оно уже оттенено мудростью и опытом. А это, что ни говори, куда интереснее. Да и стиль водолеев со временем претерпевает серьезные изменения, ведь они теперь лучше знают себя и макияж и одежда подчеркивают их достоинства самым искусным образом. В общем, с годами водолеи превращаются в настоящих красавиц, по-прежнему свежих и непосредственных, но при этом уверенных в себе и притягательных. Козерог. В юности многие козероги слишком серьезны и не склонны к разного рода глупостям, что несомненно помогает им в достижении карьерных целей, чего не скажешь о романтических целях. Зато с возрастом козероги позволяют себе немного расслабиться. Ну а что? Авторитет заслужен, карьера сложилась, самое время впустить в свою жизнь нечто такое, чему раньше в ней не было места. Тайны макияжа и ухода за собой, яркую одежду, стильные украшения и аксессуары. В общем, козероги зачастую в 40 лет выглядят лучше, чем в 20, и это полностью их заслуга. Рыбы. Рыбы, увлеченные уходом за внешностью с малых лет, 30-35 годам становятся настоящими гуру в этих вопросах. И результат, конечно же, не оставляет сомнений. Но в зрелом возрасте рыбы невероятно ухожены и маложавы. Они отлично разбираются в косметических средствах и процедурах, знают, какой стиль им подходит и как вести себя, чтобы произвести именно то впечатление, которое требуется, не говоря уже о внутреннем обаянии этого знака. С годами этот ручьё превращается в полноводную реку, которая из ног сбить может. Данный гороскоп подразумевает некую долю условностей в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные, и никто не призывает встреч всех под одну гребёнку. Мы рассчитываем на ваше понимание и чувство юмора.